Добрый вечер, уважаемые коллеги! Можно презентацию? Спасибо. Меня зовут Петр Алексеевич Лиляев, мою коллегу, который помогал мне готовить мастер-класс и будет помогать работать с фокус-группой Ксения Алексеевна Быховская. И мы хотим поговорить с вами о таких понятиях, как модели порядок, на примере работы с информацией. Я учитель информатики. Начнем с игры. Все школьники очень любят играть на уроках, в том числе старшие. И та игра, которую мы сейчас разберем, пользуется большой популярностью в старших классах. Мы о ней говорим во время уроков. Скажите, пожалуйста, кто когда-нибудь в нее играл? Игра называется «Акинатор». Играли. Замечательно. Ну, я вижу, подавляющее большинство не играли. Давайте кратко расскажем, что это такое. Такая игра в интернете. Есть такой сайт, заходите туда, загадываете какого-либо персонажа, реального человека или книжного персонажа из фильма, любого известного существующего персонажа. И вот такой вот джин веселый задает вам вопросы наводящие и по вашим ответам на эти вопросы персонажа отгадывает. Ну вот, смотрите, пример. Он может задавать, например, вопросы, существует ли ваш персонаж в реальности, является ли ваш персонаж мужчиной, является ли он поэтом, погиб ли он на поединке. Как вы думаете, о ком идет речь? Да, абсолютно верно. Это Александр Сергеевич Пушкин. У нас есть первое задание для фокус-группы. Итак, уважаемая фокус-группа, мы предлагаем вам попробовать себя в роли окинатора. У вас есть вопросы и ответы, и с помощью них вы должны угадать персонажа. Как только вы угадаете, вы сможете свериться с ответом, который лежит в конверте. Итак, фокус-группа. Да, у вас время ограничено, поэтому, пожалуйста, выполняйте задание. А мы пока что поговорим о том, как это работает. Обратите внимание, что на любой вопрос у окинатора есть пять вариантов ответа. Да, нет, я не знаю, возможно, частично, скорее, нет, не совсем. Ну, как вы думаете, ответ «я не знаю» какую-нибудь информацию содержит для него? Не содержит, да? То есть он просто берет и переходит к следующему вопросу, то есть можно считать, что такого варианта по сути нет. А ответы, возможно, частично и, скорее, нет, не совсем. Как он их будет интерпретировать? Он не исключает, возможно, но, скорее, возможно, он будет интерпретировать как «да» и, скорее, нет, он будет интерпретировать как «нет». Таким образом, вместо пяти вариантов, которые мы видим и на которые мы выбираем, по сути, у него остается два. То есть каждый раз, когда окинатор задает вам вопрос, этот вопрос является разделительным, то есть вопросом с двумя вариантами ответов. Ну, меньше двух вариантов ответа быть не может, потому что если вариант ответа на вопрос один, тогда бессмысленно задавать вопрос. Ответ на этот вопрос не будет содержать никакой информации. Поэтому запомним, что мы отвечаем окинатору именно на разделительный вопрос с двумя вариантами ответа, то есть самым маленьким возможным количеством. Так, фокус-группа, как у вас дела? У вас появились какие-нибудь варианты? Может быть, у вас есть рабочая версия? Итак, уважаемая фокус-группа, дадим фокус-группе еще пару минут. Итак, у фокус-группы появилось предположение, пожалуйста, вы можете вскрыть конверт и проверить свой вариант. Вскрывайте, пожалуйста, конверт. У вас на листах распечатка реальной партии игры в окинатора, которая была отыграна меньше двух недель назад. Итак, проверим, насколько правильно вы справились с заданием. Итак, ваше предположение подтвердилось? Подтвердилось, действительно. Аплодисменты фокус-группе, они все абсолютно правильно сделали. Действительно, у них были вопросы, ответы. Был загадан персонаж Юрий Владимирович Никуль, у нас год российского кино. Ну а теперь давайте для того, чтобы понять, как окинатор угадывает наших персонажей, сыграем с вами в небольшую модель этого окинатора. Нам поможет в этом фокус-группе, она загадает число от 1 до 30. Итак, уважаемая фокус-группа, пожалуйста, на листе напишите крупно одно натуральное число от 1 до 30, чтобы его было видно. Я, честно, не смотрю. И покажите, пожалуйста, его залу. Итак, все увидели число. Все увидели? Можете начинать. Прекрасно. Уважаемая фокус-группа, скажите, пожалуйста, ваше число больше, чем 15? Нет. Не больше. Больше ли ваше число, чем 7? Нет. Не больше. Больше ли ваше число, чем 3? Да. Больше. Больше ли оно, чем 5? Да. И больше ли оно, чем 6? Больше. У меня есть предположение, что вы загадали вот это число. Да. 7. Замечательно. Ну, это все фокусы. А теперь серьезный вопрос. Сколько мне понадобилось вопросов для вас, чтобы отгадать ваше число? 5 вопросов. А как я это сделал? Больше и меньше. Больше и меньше. Я каждый раз отсекал половину вариантов. Значит, принцип отсечения половины вариантов в процессе принятия решения можно представить в виде вот такой графической модельки. Она соответствует повторению основной алгоритмической конструкции любого языка программирования, if-else. Если иначе. Если верно условие, мы принимаем какое-то одно решение, если неверно, принимаем какое-то другое. И продолжаем проверять другие условия, на что внешне похожа такая модель. К нам немножко помогу, вот так вот проще. Что она внешне напоминает? Так, а еще? А представьте себе, что вот таких вопросов дальше будет много. Вот они пойдут туда, туда, туда. Да, конечно. Эта модель называется деревом решений и является одним из наиболее простых в реализации алгоритмов искусственного интеллекта, которые существуют на настоящий момент. Ну, а теперь давайте подумаем, а сколько нужно вопросов в разных ситуациях. Итак, представим, что вам надо было отгадать. Не одно число из 30, а одно из двух. Сколько вопросов вам понадобится, чтобы отгадать это число? Один. Абсолютно верно. Да, один вопрос, либо одно число, либо другое. Все просто. Теперь немного усложним задачу. У нас 4 числа. Сколько вопросов вам понадобится? Два вопроса, конечно. Мы отсекаем каждый раз, первым вопросом мы отсекаем половину, и вторым еще раз половину. И, наконец, последний вопрос. Если у вас 8 чисел, сколько вопросов? 8 чисел. 8 чисел. Каждый раз вы отсекаете пополам. Три вопроса. Абсолютно верно. Три вопроса. Давайте попробуем обобщить. Если у нас может быть загадано n чисел, мы задаем i вопросов. Попробуйте, пожалуйста, пользуясь закономерностью, которую вы можете отследить на экране, связать эти две величины n и i. Как они связаны? Как меняется n на экране, как меняется i? Да, абсолютно верно. Спасибо. n каждый раз увеличивается вдвое, а i увеличивается на один. Таким образом, n – это двойка в степени i, ну или i – это двоичный логарифм числа n. Мы с вами вывели знаменитую формулу Хартли, одну из основных формул всей теории информации. Пользуясь этой формулой, давайте посчитаем. Теперь представим, что у нас одно из 100 чисел необходимо угадать. Приблизительно, сколько вопросов вам может понадобиться? 100 – это 2 приблизительно в какой степени? Может быть, в зале есть предположение? Почти. Да. Ближайшая степень двойки к сотне, больше, чем 100 – это седьмая. То есть 7 вопросов нам заведомо хватит, правильно, конечно, поставленных, чтобы отгадать одно из 100 загадных чисел. Немножко усложним задачу. А как вы думаете, сколько вопросов может понадобиться Акинатору, чтобы отгадать любого персонажа – реального или вымышленного? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно попробовать оценить, а сколько, в принципе, персонажей существует в мире известных? Какие у вас есть предложения? Не, ну как бесконечно много? Людей-то всего 6 миллиардов. Нет, где-то 100 персонажей. Сто персонажей. Тысяча. Тысяча. Может быть, из зала какие-то есть предложения? Мы берем реальных, каких-то героев, певцов, кого угодно. Актеров, спортсменов. Миллион. Конечно. Миллион. Какие еще есть предположения? Давайте оценим это количество. Пятьсот тысяч. Десять миллионов. Но смотрите, самое большое предположение, давайте оценим это количество сверху. Самое большое предположение, которое сейчас было высказано – 10 миллионов. 10 миллионов – это всего лишь два порядка в 25-й степени. То есть 25 правильно поставленных разделительных вопросов хватит для того, чтобы отгадать любого из загаданных десятка миллионов персонажей. Почему Акинатор на практике нужно больше? Вопросы к фокус-группе. Были ли там в вашем задании вопросы, которые не несли для вас никакой информации? Назовите их, пожалуйста. Микрофон. Он из шоколада? Микрофон можно. Был ли он из шоколада? Так. Фиолетовый волос. Да, да, да. Значит, при отгадывании такого персонажа, как Юрий Никулин, были заданы вопросы – ваш персонаж сделан из шоколада и фиолетовые ли у него волосы? Ну, ответ, конечно, нет и на тот, и на другой, но вряд ли эти вопросы несут много информации. Зачем они были заданы? Вероятно, для того, чтобы просто было веселее играть. Таким образом, на практике окинатор за 40-50 вопросов обычно любого известного персонажа легко отгадывает. Ну, а теперь давайте подумаем вот над каким вопросом. А сколько информации окинатор получает с каждым нашим ответом? Можно ли померить это количество информации? Можно. А каким образом? На самом деле, мы с вами говорили о том, что окинатор получает ответы на разделительные вопросы, то есть на вопросы с двумя вариантами ответов. Поскольку меньше вариантов быть не может, значит, и меньше информации быть не может. Такое количество информации, которое окинатор получает с каждым нашим ответом, наименьшее количество информации, которое можно померить, называется одним битом и может быть закодировано при помощи одной ячейки памяти ноликом или единичкой. Это так называемый содержательный подход к измерению информации, где ценность информации оценивается по уменьшению неопределенности знаний. Существует еще и другой подход к измерению информации, он называется алфавитным. И заключается в том, что количество информации в сообщении прямо пропорционально количеству символов в нем. Чем больше слов сказали, тем больше информации передали. На самом деле, любая информация является моделью восприятия мира и ее источника. И чем больше содержания в одном и том же алфавитном количестве информации, тем в большем порядке находится эта модель. Каким образом эту модель, такую сложную модель можно привести в порядок? Но если количество содержательной информации у нас неизменно, то можно попробовать каким-то образом уменьшить количество алфавитной информации, то есть, попросту выражаясь, ее сжать. Фразы «кто владеет информацией, тот владеет миром», произнесенные больше двухсот лет назад английским банкиром Натаном Майером Ротшильдом, на сегодняшний день актуальны как никогда. Вот такие фотографии, как вы видите на экране, это только подтверждают. Это один из дата-центров компании Google, который занимается исключительно хранением и обработкой информации. И понятно, что для хранения большего количества информации в ограниченном объеме ее необходимо сжимать. Этим мы сейчас с вами и займемся. В основе сжатия информации лежит очень простой принцип. Чем чаще встречается какое-либо информационное сообщение, тем более коротким оно должно быть. Давайте попробуем перейти от теории практики и разобрать конкретный пример. «Итак, уважаемые фокус-группы, взгляните, пожалуйста, символов». Таким образом, если мы запишем в памяти компьютера в самой, с позволения сказать, скромной кодировке UTF-8, где один символ занимает 1 байт, то есть 8 бит, мы получим, что она займет 36 байт памяти. Отметим этот результат и попробуем сжать эту фразу на основе того принципа, о котором мы только что говорили. Для этого выпишем частоты символов. Частотой называется отношение количества вхождения символа ко всему количеству символов во фразе. Например, если буква T встретилась 6 раз, а всего букв 36, мы делим 6 на 36 и получаем примерно 0,17, выписываем эту частоту. Все остальные частоты мы также выписываем в порядке убывания. Дальше можно, я надеюсь, нам модератор позволит, можно включить на время телефоны и воспользоваться калькуляторами, которые в них есть, я думаю, у всех. Дальше нам нужно провести горизонтальную черту между какой-либо парой букв таким образом, чтобы суммы частот сверху и снизу от этой черты были как можно ближе друг к другу. Но сумма всех частот, конечно, единица. Где нужно провести эту черту? Нет, суммы частот сверху и снизу от черты должны быть как можно ближе друг к другу. Вот где-то между какой-то парой букв эту черту нужно здесь провести. Где? Над C. Абсолютно верно. Проводим такую черту и той группе, которая получилась сверху, приписываем нолик, той группе, которая получилась снизу, приписываем единичку, будем так делать и дальше. И считаем суммарные частоты, которые там получились. Действительно, у верхней половины – 48 сотых, у нижней – 52 сотых. Сделать более удачное разбиение было невозможно. А теперь продолжим делать то же самое с каждой получившейся группой. В верхней группе осталось три символа – t, h и пробел. Суммарная частота – 48 сотых. Нам нужно в ней, в этой верхней группе провести черту. Где ее нужно провести, чтобы суммы сверху и снизу от нее были как можно ближе друг к другу? Над h. Над h. Между t и h. Согласен. Опять в верхней половинке приписываем ноль к нижней единичку. И с нижней группы поступаем так же. Где в нижней группе эту черту нужно провести? Как мы поделим? Где? На w. Абсолютно верно. А теперь мы видим, что буква t осталась в своей группе одна. Это значит, что мы можем выписать ее получившийся код. Для этого достаточно прочитать все нули и единицы, которые выписаны напротив буквы t, слева направо. Код буквы t будет ноль ноль. Продолжаем работу группы, в которой h и пробел делятся пополам единственным образом. Согласны? Делим. И можем выписать их коды. Какие будут коды у этих символов? H. H. 0, 1, 0. У пробела? 0, 1, 1. Абсолютно верно. Выписываем эти символы и продолжаем с оставшимися группами работать абсолютно так же. Там, где C и E тоже делятся пополам единственным способом. Но вот это поделится пополам, а потом еще пополам. И мы выписываем все получившиеся коды. Таким образом, мы видим, что те буквы, которые встречались наиболее часто, закодированы наиболее короткими цепочками нулей и единиц. Ну а если записать это в память компьютера, записывая каждый нолик или единичку в одну ячейку памяти, то данная скороговорка очень сильно сожмется. В этом мы сейчас убедимся на практике. Уважаемый зал, у вас есть материалы. Там записана другая скороговорка. Она скоро появится на доске. Вы можете начинать работать, определяя по данному методу. Метод пока на экране остается. Коды для символов. Пожалуйста, приступайте к выполнению задания. Уважаемая фокус-группа, у вас будет немножко другое задание. У вас будет та же самая скороговорка, однако здесь есть уже код каждого символа и есть сколько раз они встречаются. А вам надо будет посчитать суммарную длину данного кода. Возьмите, пожалуйста, каждый по раздаточному материалу и давайте посмотрим, например, на примере символа S. Код данного символа состоит из двух знаков и встречается 8 раз. Мы умножаем 2 на 8, получается 16. Пожалуйста, высчитайте оставшиеся и в итоге получите сумму всех. И залы фокус-группа могут, и мы даже советуем вооружиться калькулятором в случае его наличия. Потому что два символа встречаются 8 раз. 2 умножаем на 8, получается 16. 3. Так. Уважаемый зал, скажите, пожалуйста, удалось ли вам получить какие-либо частоты? 2 на 8, 2 на 7. Давайте уже посмотрим на ту скороговорку, с которой вы работаете. The shells, she sells, are she shells. Частоты символов перед вами на экране. Для наиболее часто встречающейся буквы S. Кто получил код? 00. Молодцы. Для I. Замечательно. Может кто-нибудь еще успел? Для L. Для L. 75, да? 00. Так. Досчитывайте, пожалуйста. Спасибо. По внимательной суммой. Итак, давайте будем завершать работу с залом. Кто успел досчитать, может свериться ответы на доске. Сверяйтесь, пожалуйста. Кто не успел досчитать, досчитывайте, проверяйте. Результаты у вас получатся вот такие. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что те символы, которые встречаются наиболее часто, закодированы самой короткой последовательностью. Фокус группы. Получился ли у вас ответ? Мы близки. Близки. Отлично. Большое спасибо. Закодированная при помощи метода Шинона Фоно данная скороговорка займет 93 битой информации. В незакодированном виде она занимала, в ней было 34 буквы, 272 бита. Таким образом, при помощи метода сжатия текста мы сжали ее почти в три раза. И давайте с вами поговорим о проблемах, которые связаны со сжатием информации. Для этого проведем эксперимент. Информация во многом подобна материи. И способы сжатия информации во многом схожи со способами сжатия материи, а также с проблемами, которые с этим сопряжены. Поэтому эксперимент мы будем проводить именно не с информацией, а с материей. Попросим в этом нам помочь фокус-группу. Итак, мы сейчас проведем даже три эксперимента. Мы это будем проводить в парах. Соответственно, первая пара, дальше вы вторая пара, и вы дальше будете третьей парой. Итак, начнем с первой пары и первый эксперимент. Вы получите вот такое замечательное одеялко и вот такой замечательный пакет. Итак, ваше задание. За семь секунд положить это одеяло в пакет. Время пошло. Время закончилось. Положите, пожалуйста, результат эксперимента на стол. Итак, это тоже результат эксперимента. Пожалуйста, мы должны его наблюдать. Возможно, вторая и третья пары учтет этот результат. Теперь эксперимент номер два. Вторая пара. Время пошло. Ну, пока еще нет. Вы также получаете замечательное одеялко и пакет. И у вас есть 12 секунд на то, чтобы уложить одеяло в пакет. Время пошло. Время кончилось. Отлично. Прекрасно. Спасибо. Итак, и, наконец, третий эксперимент. Вы также получаете одеяло и пакет. Вы думали, будет что-то новое. Но прежде чем вы будете его складывать, у вас есть 10 секунд, чтобы обговорить, как вы это будете делать вдвоем. Итак, вы готовы. Время пошло. Время кончилось. Так, пожалуйста, оставляйте результат эксперимента. Давайте их обсудим. Итак, вопрос к первой паре. С какими проблемами вы столкнулись? Не хватит времени. Можно микрофон, пожалуйста. Он где-то там. Не сориентировались во времени. Не сориентировались во времени. То есть, вам фактически не удалось выполнить сжатие. Ну, а если не удается выполнить сжатие информации, конечно, не удастся выполнить и восстановление. Естественно, любую информацию после сжатия нужно уметь восстановить, иначе сжатие, конечно, абсолютно бесполезно. Возможность обратимости одна из основных проблем, связанных с сжатием информации. Итак, вторая пара. Удалось ли вам справиться с задачей эксперимента? Я думаю, удалось. Потому что мы проанализировали, что им не удалось и продумали путь решения и сделали. Отлично. Результат эксперимента получен, но на практике, конечно, у вас было очень много времени. На практике методы сжатия информации, которые занимают слишком много времени, неприменимы. Ну, представьте себе, что вы делаете компьютерный архив, который обещает вам супер сжатие, но сжимает 4 дня. Скорее всего, вы им не воспользуетесь. Поэтому, конечно, скорость сжатия очень важна. И третья пара. О чем вы договаривались перед экспериментом? Мы сначала договорились, распределили обязанности, кто чем будет заниматься. Ну, и, соответственно, времени нам было достаточно, чтобы выполнить поставленную задачу. Очень хорошо. То есть вы фактически договорились о способе сжатия. А способ определяет, конечно, степень сжатия. И это также очень актуальная проблема, связанная со сжатием информации. Какой метод сжатия информации можете использовать лично вы в своей предметной области на своих уроках? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку я уверен, что любой предметник, который сейчас находится в зале, работает с абсолютно уникальной информацией. Но если следовать тому принципу, что наиболее часто встречающиеся сообщения должны передаваться как можно более короткими фразами, и то, что в одном и том же количестве алфавитной информации должно быть как можно больше содержания, я уверен, что такой метод вы сможете для себя открыть и с успехом использовать. У нас все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...